В переулке Новомолодежной все соседи и каждая собака ее знают. Зоя Болотина живет в Куйбышевском районе с самого детства. Сейчас она старшая по дому и к работе своей подходит ответственно. Снег во дворе должен быть почищен, мусор вывезен. Все лето женщине не давали покоя трубы, проходящие через несколько дворов. Совсем недавно, говорит, изоляция на них больше напоминала корабельные паруса после сильного шторма. Вот здесь иду и думаю, да что же это такое. Это ведь не только сверху. Это вот и дальше, если пройти в ту сторону, там и все и по низу было разлохмачено. Я как вот председатель, я везде все смотрю. По своему дому хожу, тоже какие-нибудь палатки везде, во все колоколазывания. Я уже привыкла к этому. Недолго думая, женщина обратилась в местный ТОСП. Председатель совета Татьяна Фуаля рассказывает, с фотоаппаратом не расстается. На камеру фиксирует все выявленные в микрорайоне нарушения, после чего передает фотофакты в административную комиссию. Так было и с решением проблемы изоляции системы водоснабжения. Мы вышли на место, сфотографировали, написали заявление о предполагаемом правонарушении и отдали Тимонину Игорю Вячеславовичу в административную комиссию района. И буквально в течение недели СУТЭК вышел на место. Эти трубы принадлежат СУТЭК. Все недостатки были устранены, трубы заизолированы. В 2014 году за нарушение правил благоустройства административная комиссия Куйбышевского района составила более 750 протоколов. Общая сумма штрафов – порядка 40 тысяч рублей. Нарушения в основном касались содержания дворовых территорий, дорог, тротуаров, кровель домов. Наверное, 50% всех правонарушений мы оформляем в протоколы и заканчивается все это либо предупреждением, либо наложением штрафа. Именно по материалам, которые были собраны на основании именно жалоб жителей или жителей через председателя Совета ТОС. Всего на территории Куйбышевского района шесть ТОСов. Ежегодно председатели встречаются с жителями и отчитываются о проделанной работе. Активных жителей не оставляют без внимания. Вручают им подарки и благодарственные письма. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.